Российско-сирийский денежный оборот до войны 2 миллиарда долларов. Сейчас лишь 280 миллионов. Чуть меньшую сумму Москва ежегодно инвестировала в сирийскую экономику. Эти показатели возможно повторить в скором будущем, уверены делегаты. В Сирию намерены поставлять различные товары, к примеру, медикаменты и зерно. У российских политиков и обратный интерес в первую очередь ждут открытия Крымского моста. Товары сирийские, безусловно, интересуют не только Крым, но и всю Российскую Федерацию. С завершением строительства моста у нас открывается колоссальная артерия транспортная, которую нужно будет нам заполнять, наполнять. Поэтому мы рассчитываем на оживление работы крымских портов и отлаживание вот таких маршрутов, как мы намечаем в Сирии. В конце апреля сирийская делегация, возглавляемая лично премьером Эжадом Хамисом, поучаствует в четвертом ЯМФ. В состав войдут порядка сотни членов, среди которых министры экономического развития, сельского хозяйства, представители промышленной палаты. Детали предстоящего визита обсудили в Дамаске. С интервалом примерно в каждые 15-20 минут канонада, взрывы, ощущение войны, конечно, чувствуется, но при этом по сирийцам это никак нельзя сказать, потому что они, наверное, привыкли за 7 лет к этой ситуации и чувствуют себя свободно, передвигаются, работают. Такие же доброжелательно открытые люди, поэтому, в общем-то, достаточно конструктивно все обсуждали. В Москве подчеркивают, помощь Сирии не будет носить благотворительный характер. Речь идет о полноценном ведении бизнеса. Крым в этом отношении важный стратегический участок партнерства. К примеру, на территории полуострова планируется создание хаба, что позволит сделать республику своеобразным перевалочным пунктом на пути следования товаров. Это, конечно, дало бы возможность, во-первых, Сирии достаточно быстро вернуться к прежним темпам развития, а во-вторых, российскому бизнесу занять полноценную нишу для того, чтобы развивать экономику, инвестировать в Сирию, потому что потенциал у экономики Сирии достаточно большой. Впрочем, не собственные бизнес-интересы, а именно всесторонняя поддержка государства, пострадавшего от войны – главная задача России, подчеркнул крымский вице-премьер. Форматы, которые сложились, это и Астана, и Сочинский процесс, и Женевский процесс, который с повестки дня не снимается. Разумеется, эти форматы будут сохраняться и продвигаться. Наша задача – найти возможности оказания содействия в восстановлении Сирии. До войны Сирия рассматривалась специалистами как одно из динамично развивающихся государств. Если раньше зарплата сирийца составляла в среднем 600 долларов, то сейчас эта сумма уменьшилась в 6 раз, и экономика страны нуждается в немедленной поддержке. Найти пути решения внутренних проблем делегация «Дамаска» сможет в Ялте посредством прямого диалога с представителями российской власти. Тарас Бризицкий, Евгений Стариков, Служба новостей и ТВ.